Дисциплсит 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 Это такое умышленное, целенаправленное взращивание новых, молодых или слабых духовно христиан. По моему мнению, я думаю, что это слабая сторона христианской церкви сегодня. И верю, что это одно из важных и больших и последних поручений Иисуса Христа, прежде чем Он покинул землю, как вы помните, об этом написано в Библии, Матфея 28 глава. Итак, идите и научите все народы. В английской Библии написано make disciples, то есть взращивайте или делайте учеников. В одном переводе написано сделайте их моими учениками. И для вашей информации скажу, что Библия обращает настолько внимание именно на значение слова ученики, что хочу привести вам некоторую статистику. В Новом Завете слово христианин употребляется всего лишь три раза. «Христианин». Слово «верующий» или «верующие», «believers», употребляется несколько раз. А как вы думаете, сколько раз употребляется слово «ученик»? Больше, чем 200 раз. И, как мы видим, что это, я верю, не зря подчеркивается. И здесь мы с вами поговорим об уровне посвящения христианина или ученика Иисуса Христа. И прежде, чем мы с вами пойдем дальше, я думаю, правильно понять вначале, что такое ученик Иисуса Христа. Ученик – это по-другому христианин или верующий, или последователь Иисуса Христа, который умышленно сделал выбор следовать модели Иисуса Христа, следовать Его заповедям и учению, и исполнять то, что заповедовал нам Иисус Христос. Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Первый вопрос, кому эти слова сказал Иисус? Как вы видите, написано «сказал ученикам Своим». Именно ученикам. Дальше написано «кто хочет», то есть это добровольный выбор. И дальше знаменитая фраза, три ступени. «Отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной». Эта просьба в Новом Завете употребляется минимум три раза. Этот вызов. Именно «отвергни», «возьми и следуй за Мной». Итак, мы с вами поговорим о восьми качествах ученика Иисуса Христа. Восемь качеств или характеристик Иисуса Христа. Next slide. И первое из них это будет «отвергни себя». То, что мы с вами прочитали вот только-только-только вместе. Первые качества – это человек-христианин, глубоко верующий. Как я сказал, мы с вами поговорим о посвящении. И я признаюсь, что я сам, изучая эту тему, понял, что это настолько серьезно, что Иисус Христос, Он ищет именно посвящение очень глубокого. И мы с вами поговорим об этом подробнее. Читаем вместе Марка 8 глава 31 по 34 стих. Христос говорит, «Сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами и быть убиту, в третий день воскреснуть». Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, Сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной». Обратите внимание, он подозвал народ, сказал всем, друзья, внимание, и сказал такую радикальную фразу, «Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной». Само слово «крест» в то время приводило их в трепет и в страх, потому что слово «крест» означало в то время не просто крестик на шее, в то время это был реальный инструмент казни в первом веке. И представьте себе, что Иисус обращается к народу, которые шли за Ним. Если бы быть сегодня политически корректным, то можно было бы Иисусу посоветовать, «Христос, если хочешь говорить такие заявления, то, пожалуйста, не отпугивай людей, наоборот, привлекай людей, наоборот, сделай так, чтобы за тобой следовало еще больше людей, будь корректным, дипломатичным, осторожным». Если и есть у тебя такие мысли, посещают, то говори так шепотом наедине, и то стоит подумать. Иисус этот вызов бросает всему народу, тем самым дает радикальный выбор людям, которые следовали или окружали Его, которые были не против Христа, Его слушать не против были, смотреть Его чудеса не против были. Но Христос говорит, это все нормально, это все хорошо, но, 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 то, что я ищу, ради чего я здесь, это чтобы за мной следовали настоящие ученики Иисуса Христа. Поэтому Христос не заинтересован просто в толпах людей или переполненных, может быть, оно трудно, наверное, или как-то звучит неправильно, переполненных в церквях, хорошо, когда они заполнены, но заметьте, какой челлендж, какой вызов бросает Иисус Христос. И первое качество из восьми качеств, которые должен иметь любой христианин, как я сказал, а точнее, ученик Иисуса Христа, это отвергни себя. Из восьми пунктов нам сегодня стоит признаться самому себе, какие качества я имею сегодня. Что означает «отвергнуть себя» или по-английски «deny yourself»? По-другому или по-простому это «отвергни» или «отдай» свою волю или свои желания, свои планы, свои мечты и подчини их воле Божьей. По-другому «сдайся», поставь свои желания, планы не на первое место, а пусть его, то есть Божьи, будут на первом месте. Или по-другому «воздерживайся от того, чтобы удовлетворять всегда свои личные нужды, свои личные потребности, чтобы это никогда не стояло на твоем первом месте. но ищи всегда принимать и соглашаться с волей Божьей». «Дыная, отвергни себя». «Отвергни себя и возьми свой крест». Эти два, они параллельно идут очень близко вместе. Это противоположное, наверное, значение эгоцентричности или самолюбие. Наоборот, призыв идет к саможертвенности. «Отвергни себя» еще также означает «остав что-то позади». Помните этот вызов, который Иисус Христос сделал молодому человеку, который к нему пришел и сказал «Господи, что мне делать, чтобы попасть в Царствие Божие?» Христос ему сказал «Тебе нужно сделать всего лишь одну вещь, о которой мы прочитаем чуть позже. Вот это пойди, продай, раздай, оставь и потом следуй за мной. «Дыная» или «отвергни» значит что-то нужно в твоей жизни оставить. Вернемся еще к этой мысли чуть позже. Возможно, это какой-то твой идол. Это не обязательно какой-то Бог, который сделан из дерева. Это то, к чему привязано твое сердце. Дальше «денай» или «отвергни» еще также означает в этой иллюстрации, которую мы прочитали за Петра. Заметьте, что Иисус пытался рассказать ученикам о своих будущих страданиях. Приходит Петр и говорит ему «Господи, не надо это делать!» Он хотел сказать «пожалей себя!» «Отвергни себя!» Это как раз прямой вызов саможалости. Именно саможалости. Потому что Петр пытался пожалеть. Как на это посмотрел Господь? Он сказал «ты ищешь того, что человеческого, то есть своего, себе, но не того, что Божье». И здесь Христос подчеркивает, что именно саможалость это должно быть противно любому ученику Иисуса Христа. Это не то, что Божье. Саможалость – это не то, что приходит от Бога. Но если быть честными, то мы часто все страдаем с этим. Нам всегда себя как-то жалко. И хочется больше, чтобы нас понимали и жалели. Если, как узнать, отверг я себя или нет, если мы в нашей жизни продолжаем жаловаться, обижаться, держать месть или злость, или иметь какое-то еще что-то подобное, значит, мы еще не отвергли самих себя. Отвергни себя – это также отдай полностью контроль, чтобы не ты контролировал, а Бог или Господь, Которому ты веришь. Однажды, если вы помните, сестра Эллис Шевкенек из Канады, я у нее спросил, что такое ученичество или ученик Иисуса Христа. Она сказала, что это значит отдать Богу все. И уехала. Я до сих пор размышляю над этой фразой. Что это значит отдать Богу все? Я думал, она мне там сядет, расскажет, там объяснит, как-то там по пунктам разложит. Она сказала, ученик – это значит отдать Богу все. Просто и понятно, правда? Как я понял тогда, так и вы сегодня. Пытаемся вместе разобраться. Когда, помните, молодой парень Иисусу отдал все, что у него было, помните, там были всего лишь пару хлебов и пару рыбок, то что сделал Иисус Христос? Он это все умножил, преумножил во много раз. В этом тоже было проявление веры. Итак, первое – это отвергни себя. Это значит свои желания, свою волю, свои эмоции, свои планы. Отдай их Богу. Второй пункт – качество ученика Иисуса Христа – это возьми крест твой. Марка 8, 34 снова написано. Подозвав народ с учениками, сказал, кто хочет. Заметьте опять, кто хочет. Выбор. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Вы знаете, чтобы питаться здоровой пищей, вам это что-то будет стоить. Питаться нездоровой пищей, вам тоже это будет стоить. Чуть позже. Иметь хорошее отношение с людьми – это что-то стоит. это будет стоить вашей гордости, это будет стоить вам ваших амбиций, мнений и вашего терпения. Но чтобы иметь плохие отношения, это тоже вам будет что-то стоить. Вы будете терять мир, радость друзей. Чтобы следовать за Христом или взять крест свой любому христианину, это тоже вам что-то будет стоить. Это будет вам стоить ваши желания, вашей воли. Но чтобы следовать или служить дьяволу, это тоже что-то стоит. Последствия греховной жизни цена будет зависимость, депрессия, смерть и ад. Итак, вывод, что в любом варианте нам все равно это что-то будет стоить, и мы будем платить цену. Вопрос только, кому будем платить. Но по-любому будем платить. Важно напомнить, что прощение и спасение любому человеку, кто верит, оно дается даром, бесплатно, это ничего не стоит. но следование за Христом, чтобы называться и быть Его учеником, вот это обязательно что-то стоит. Это будет нам стоить, и эта стоимость называется крест. И хочется спросить, что же означает возьми свой крест. Хочу вам дать пару секунд, как вы думаете, себе попробуйте ответить, что значит для ученика Иисуса взять свой крест. Вы уже пару вариантов ответов дали, а я хочу начать с того, чтобы ответить, что не значит взять свой крест. То есть неправильная версия или понимание взять свой крест. Часто люди думают, что взять свой крест это, например, ну вот мой муж, моя жена, к сожалению, но правда вот мой крест несу по жизни. Такое есть понятие. Второй вариант, вот неблагодарная моя работа, мой босс, вот мой крест несу по жизни. или, например, моя болезнь или какая-то боль, это мой крест, который я несу по жизни. Это все не является тем, что Иисус Христос вкладывал в понятие возьми свой крест. Почему? Обратите внимание, все, что я только что назвал, и можно этот список продолжить, все, что связано с саможалостью, не имеет ничего общего с понятием Христа, Христа Христова. Если вы хотя бы немножко задумаетесь о характере Бога и любви Христа, а мы когда говорим, что вот мой супруг, мой крест, моя болезнь, мой крест, моя финансовая ситуация, это мой крест, то почему мы его называем крестом? Потому что нам больно, нам обидно, нам не хочется, нам себя жалко. Это совершенно другое понятие, в которое мы вкладываем, когда мы говорим «я несу свой крест». И здесь снова важно напомнить, друзья, что в первом веке все люди, которые жили в то время, они понимали, что крест это страшный символ, инструмент казни, смерти и пыток. Сегодня мы понимаем крест, это как ювелирное украшение, цепочка, которую носят крестик. Это может быть сувенир, это может быть декорация, это может быть украшение. Мы также понимаем и видим крест как символ искупления, прощения, благодати и любви Божьей. И это тоже имеет место. Но нести свой крест, это значит, грубо говоря, нести самому себе инструмент своей собственной казни. Это означает умереть за Христа или для Христа, по-другому это еще можно назвать умереть для себя. Вот это важно услышать. Умереть для себя, для своей гордыни, для своих амбиций и еще умереть для своей плоти, для своих плотских желаний. Абсолютно сдаться и подчиниться Богу. Смотрите, Павел пишет 1 Коринфянам 15 глава 31 стих «Я каждый день умираю». Если думать об этом месте Писания, что это идет речь о физической смерти, то человек в принципе физически не может умирать каждый день. Он умирает один раз. Значит, здесь скорее всего заложен другой смысл. Что значит «Я умираю каждый день»? Значит, наверное, здесь говорится о каком-то другом, может быть, более духовном значении, и мы как христиане уже знаем, что мы имеем греховную природу или плотскую, с которой мы боремся. Об этом тоже в Библии написано, что дух противится плоти. И вот эта борьба, вот это и есть вот это приравнивание к этой смерти, что наша конечная цель это достигнуть уровня, что мы не реагируем на грех, на свои желания, на свою волю, на свои греховные плотские мечты и так далее. Галатам 5, 24 написано «Те, которые Христовы распяли плоть». Заметьте, кто распял плоть? Те, кто Христовы, кто принадлежит Иисусу Христу. Вот эти люди, они распяли, распинают свою плоть и здесь связь идет снова с крестом, распятие на кресте. И эти мы также видим, что здесь подчеркивается наш выбор, что мы можем выбрать пригвоздить наши плотские желания, нашу гордость, эгоизм именно ко Христу. Умереть. есть в Библии написано, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Итак, мы видим, что призыв очень трудный, нелегкий выбор, но зато награда, которую обещает нам Бог, она велика. Когда мы говорим о своих желаниях, мечтах, пониманиях и планах человеческих, то здесь можно посмотреть на исторический фактор, как евреи смотрели на Иисуса как на Мессию. Что они ожидали? Какие были их желания? Евреи ожидали, что Мессия, который придет, он будет для них царем земным. Они ожидали, что он освободит их от римского ига. Они ожидали, что он поднимет армию революционеров, которые пойдут против римлян, и он будет их правителем по их законам, которые они имели ввиду. Это то, что полностью не оправдалось в умах, мечтах, планах и желаниях людей. Поэтому Иисус был быстро отвергнут. Его популярность падала каждый раз, когда Иисус Христос рассказывал, что он умрет, что он пострадает. Представьте, как рушились, просто рушились мечты, планы людей, надежды, которые они питали. Вы знаете, что сегодня параллельно, тихо, незаметно, точно так же происходит в наших сердцах и умах. Мы тоже имеем человеческие планы, мечты, ожидания, желания и свою волю, но когда оно не оправдывается, когда оно не сходится, оно внутри у нас рушится, оно болит, и иногда авторитет Иисуса Христа падает. Хотя мы вроде бы не против этого Христа, не против самого Бога, но падает, вот как у них рушилось, потому что оно не соответствовало их планам и волей. Взять свой крест, это означает полностью посвятить свою жизнь Ему. Взять свой крест означает полное послушание Ему в самых экстремальных ситуациях. Послушание Ему даже если надо до смерти крестной. Взять свой крест, это значит принять его волю, даже если она болезненна. Заметьте, что Иисус Христос предупреждает Луки 14 глава, Он там описывает такой, когда Он говорит и призывает, кто хочет быть Моим учеником, снова называя учеником Иисуса Христа, Он говорит, сначала нужно посчитать, что вам это будет стоить. И Он приводит пример о башне, какой человек станет строить башню, если он вначале не подрасчитает, сколько ему надо будет усилий, финансов на это строительство. Христос Христос честно и открыто обращается к людям и говорит, что да, я приглашаю вас быть моими учениками, но я вас предупреждаю, какой уровень посвящения, в каком качестве мы говорим, отвергни себя, возьми свой крест, это сдайся, забудь за себя свою волю, свои планы, доверяйся Богу, да, будь готов иногда и проходи через какие-то боли, и я тебе говорю честно, я предупреждаю, это будет больно, ты посчитай, ты подумай, ты не спеши, насколько открыто, глубоко и серьезно Иисус копает эту тему, пытаясь сказать, вот такими я вижу своих учеников, разбирая эту тему, честно скажу, я сам задумался, думаю, Господь, какой мой уровень христианства, какие ученики сегодня, вот современные церкви, какие там ученики, какой там уровень посвящения, когда мы говорим взять свой крест, а то есть умереть для себя или отдать, сдаться со своей волей и желаниями, вроде бы мы не имеем ввиду физическую, смерть, но из истории, из Библии мы понимаем, что это себя также может включать даже и физическую смерть. Я думаю, что все мы помним, как наши отцы, они шли в тюрьму на смерть за веру в Бога. Я об этом знаю не только из книг, но мои родственники, мой родной дядя в тюрьме сидел за веру в Бога. Я знаю, что здесь есть люди в зален, которые сидели в тюрьме за то, что они верили и назывались учениками и последователями Иисуса Христа. Вопрос, они любили своих детей, свои семьи? Почему же они шли в тюрьмы, оставляя детей, оставляя семьи? Мы об этом поговорим во второй серии в следующий раз. Я верю, конечно, они любили детей, им больно было, но они шли, потому что они соответствовали стандарту, который поставил Христос. Кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Вспомним Римскую империю, почему там христиане шли на арены, почему их там убивали? Я думаю, там, наверное, были люди среди них, которые думали, но если Бог есть, но если Бог любовь, если Бог справедливость, то почему он их не спас? Я не буду христианином, я не буду его учеником. Нет, среди этих людей были люди, которые видели, как перед ними вот кто-то умер, они были следующие, и они шли, и назывались настоящими учениками Иисуса Христа. Я подумал, какой же уровень мой, мои, наши отцы, мой отец, которого вызывали в Советском Союзе в КГБ, за которым следили, и тогда люди понимали, риски, опасность есть, тебя могут посадить в тюрьму. Он шел на это. Сегодня я, если честно признаться, сказать, ты готов? Я бы, наверное, думал, я бы, наверное, ответил, let me pray about it, разрешите мне об этом помолиться и подумать так честно, если признаться. Я размышлял над этой темой серьезно, а потом подумал, а что скажут мои дети? Отцы были готовы, я уже задумываюсь, а дети мои будут задумываться? Какой там уровень посвящения Иисусу? Филиппийцам первая глава написано «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть переобретение». Это не значит, что все вот эти вещи обязательно произойдут или случатся именно в вашей жизни. Но мы должны четко понимать и осознавать, что это является частью жизни ученика Иисуса Христа. Я вчера провел беседу с моими детьми на эту тему. Пытался им как-то по-простому объяснить, что значит отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Скажу вам, нелегко это детям объяснить, признаюсь, но потом, что меня тронуло, когда мы молились, моя самая младшая четыре года, она молится и говорит, Господь, помоги мне не отвергнуть Тебя и умереть за Тебя. Я так подумал, какая вера и доверие, вот четыре года ребенку. А потом я подумал, а если бы сегодня взрослым сказать, друзья, кто готов сегодня по стандартам Христа Христа сказать, встать, сказать, я ученик Иисуса Христа. Мы недавно были на одной конференции с Борисом, беседовали с одним американским пастором, у которого церковь составляет две тысячи человек. Познакомились, общались, он узнал, что мы из Советского Союза, спросил за гонения, о которых он слышал. Мы ему рассказали, и потом он сказал, ты знаешь, если бы сегодня в моей церкви пришли гонения в Америку и сказали бы, кто будет молиться, читать Библию и называться христианином, пойдет в тюрьму. Я, говорит, думаю, в моей церкви бы осталось бы процентов десять. Я его за язык не тянул, ничего не спрашивал, сам, сам просто поделился. Ну ладно, мы же славяне лучше, правда? Ну правда? Ну по-любому как-то. Подумал, ну давай у нас спросим, что нам терять. А если бы сегодня у нас спросить, настоящих учеников Иисуса Христа, кто готов, друзья? Как вы думаете, тихонько ответьте, сколько бы процентов осталось? В церкви, если бы сказали, надо выбрать, надо просто проверить качество, надо проверить уровень посвящения, кто является настоящим учеником Иисуса Христа. Иисуса Христа. Если бы сегодня пришло время гонений, было ли за что вас арестовать? Не потому, что у вас дома Библия валяется, или что у вас на машине наклеен такой бампер-стикер, христианская такая надпись наклеена на машине, или рыбка наклеена. Достаточно ли это было доказательств, чтобы арестовать вас? Или же вы как ученик Иисуса Христа бы проявляли влияние на других людей? Вы бы влияли, вы бы делали, воспитывали новых учеников, вы бы рассказывали другим людям о вере, вы бы своей жизнью светили и проявляли эту веру. Когда Христос говорит о своих учениках, кстати, он сравнивает в этом же, в этой же главе, он там говорит о соли, когда он говорит, кто хочет быть моим учеником? И он говорит о соли, которая сравнивается с христианами, которая должна влиять, осолять этот мир. Вы знаете, что в Советском Союзе арестовали кого? В первую очередь, влиятельных верующих, пастырей, других, кто влиял на этот мир. Если ты ни на кого не влияешь и даже на себя не уверен или влияешь, то тогда это не тот уровень ученичества, о котором проповедовал и говорил Иисус Христос. Мы призваны, чтобы влиять на окружающий мир. И да, и страдания, и боль это то, что не скрывал Иисус Христос. Сегодня популярна теория процветания, где говорится о том, хочешь служить, хочешь сладкой жизни, хочешь благословенной жизни, хочешь быть счастливым миллионером, прийди ко Христу. Но если вы почитаете сами для себя, сколько Иисус говорил и предупреждал, что мне надо страдать, что мне много придется пострадать, если вы мои ученики, следуйте моему примеру. Христос говорил о страданиях, о скорбях здесь на земле, но сегодня мы живем время, когда страдания и скорби выбивают из колеи людей. Они просто разрушают веру, разрушают все корни, все убеждения, полностью рушат сознание, разочарование и депрессия, как только приходят проблемы и испытания в нашу жизнь. Мы об этом поговорим позже. Сколько написано об испытаниях и страданиях именно которая включает в себя жизнь христианина и верующих людей. Вот почему сегодня нам важно понимать, на каком основании, насколько мы являемся по-настоящему учениками Иисуса Христа, насколько мы готовы, если надо, и терпеть. Римлянам 5 глава написано «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». Значит, от скорби что-то происходит. Об этом тоже, я думаю, хорошо помнить. От страданий тоже что-то выходит или получается. Об этом написано в Библии. сегодня можно подумать «Мне больно, меня обижают, но я прошу Господа помочь мне пройти через эти страдания. Я выбираю прощать людей, я не буду обижаться на Бога, я не все понимаю, мне больно, но я понимаю, что моя боль это всего лишь маленькая порция того, что значит нести свой крест. Я выбираю, я распинаю свою плоть, свои желания, обиды, злые мысли, мою гордость. Я хочу умирать ежедневно, как пишет апостол Павел, «Помоги мне, Господь». Одноважная деталь ученик Иисуса Христа становится, может им стать добровольно. Важная деталь, которую я читал вначале, кто хочет, кто хочет. Это должно быть твой выбор и твое желание. Ну а потом важно помнить, что взять свой крест это commitment over convenience и преданность или верность в противовес выгоде. Я избираю распинать свою плоть, гордость, злые мысли и так далее. Это посвящение до такой степени, где ты готов отдать, доверить Богу все свои планы, желания, амбиции, чувства, имения и даже готов жизнь положить. Это единственное правильное поведение и отношение настоящего ученика Иисуса Христа. Друзья, сегодня понимаю, что проповедь не совсем интересная, не совсем смешная. и меня это заставило задуматься. Я смотрел в глаза своим детям и говорил, Анечка, пожалуйста, никогда не отрекайся от Господа. Never deny Jesus Christ. Это то, что хочется сказать сегодня взрослым, посмотреть в глаза и сказать, если ты ученик Иисуса Христа, никогда не отрекайся. Будь готов взять крест. Будь готов или важно понимать, что это значит взять свой крест и его нести. Потому что именно крест Иисуса Христа Он спас мир. Именно крест сегодня трансформирует людей. Именно крест Он может формировать твой характер. Именно крест может лучше всех подготовить тебя к твоей будущей семейной жизни. Не только примерить каунселинг, но именно понятие, понимание, что такое взять крест. И последнее, третий пункт, что такое третье качество христианина или ученика Иисуса Христа это follow me, следуй за мной, следуй и учись. Об этом тоже написано Марка 8, 34. Возьми крест, следуй за мной, следуй за мной. Вы знаете, что в слове следуй очень важно понять, что здесь вложен глубокий смысл процесса. Принятие Иисуса Христа своим Господом и Спасителем это одноразовое решение. Однажды человек услышал, поверил и принял это одноразовое действие. Но следовать за Иисусом Христом это процесс. Сюда включается постоянство, ежедневная борьба, выбор, решение это длинный путь. Следовать за Христом еще также означает, что я выбираю, что у меня есть руководитель, лидер, за которым я иду, не он за мной, а я за ним иду, я выбираю ему доверять. Вы знаете, когда родители берут своих детей куда-то, дети идут за родителями не всегда понимая, куда их ведут. и не всегда соглашаясь, что это для них полезно или нужно, но они доверяя иногда родителям идут. Точно так же и мы, как дети Божьи должны поступать. Марка 10 глава 17 стиха написано об этом юноше, который сказал, Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос ему ответил, если ты хочешь быть моим учеником, вот что тебе нужно сделать. Одного тебе не достает. Одного, всего лишь одного пункта, одной детали. И дал ему список из трех вещей. Так, подожди, подожди, давай разберемся. Ты сказал, одного мне не хватает. Мне нужно сделать только одну вещь, а назвал три. Продай, раздай, возьми крест, следуй за мной. Оказывается, что вот эти три все шага отвергни или оставь, продай, дальше возьми крест, два, и следуй за мной. Иисус это рассматривает, как бы, если так можно выразиться, как один шаг, одна ступень, в одном пакете, на одном уровне. Интересно, что в жизни у людей и у этого человека было много, правда, у нас, вот если так сказать честно сегодня, что нужно оставить ради Христа сегодня. Я думаю, мы можем назвать каждый там, ну, три, ну, пять, семь пунктов. Христос обращает внимание на одно, самое главное, это все суммирует в одно и говорит, тебе только одного не достает. Вот это вот самое главное. И Христос это так попадает в десятку, в точку, что этот парень передумал. Если бы сегодня к вам это было сказано, сегодня лично тебе, твоя жизнь, которую никто не видит, личная, и сказали бы, тебе нужно оставить только одно. Можешь сам себе назвать одну вещь, которая бы тебя заставила задуматься? Вот только одну, не надо называть там десять, пять, вот просто одну, которая тебе вот серьезно ставит тебя вот на уровень, что важнее, мое следование за Христом или вот это вот то, что я люблю, мое занятие или вещи, которым я люблю. И это все важно нам понять, суммировать, все сводится к одному, самому главному, что стоит выше, чем Иисус Христос. Когда Он говорит, раздай, продай, это та же мысль повторяется, о которой мы сказали раньше, что надо что-то оставить, что-то оставить позади, иначе оно будет мешать идти нам вперед. One thing, одну вещь, чтобы быть Иисусом Христа, чтобы быть учеником Иисуса Христа, это что-то будет тебе стоить. И сегодня в мире, даже на земле, нет ничего бесплатного. Даже когда мы видим рекламу, где написано большими буквами free. На самом деле it's free, потому что кто-то за это уже заплатил. То есть маркет-бизнес уже включил это в цену, а вам просто написали бесплатно. Или же там написали еще маленькими буквами внизу, что бесплатно, но все равно платить цену будешь. Но чтобы не так было болезненно, пусть звучит бесплатно. И вы знаете, что и сегодня, когда мы говорим о спасении, это бесплатно. Но следование за Христом, за это есть заплачена цена. Вот почему оно для нас бесплатно. Написано 1 Коринстаном 6 глава вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, потому что вы уже не свои. А вот следование за Христом, быть Его учеником, это то, за что уже мы, люди, должны быть готовы платить, отказываться, что-то оставлять, ехать на миссию, жить святой жизнью, иметь личное взаимоотношение с Богом, иметь отношение, за это надо платить. Временем, сном и так далее, приоритетами. Но вы знаете, что настоящая любовь, она не боится крови. Земной пример, это если взять маму и ребенка. Вы знаете, когда рождается ребенок, то мама платит цену, и туда включается и цена крови. Но мама любящая, когда видит ребенка, правда, сквозь боль улыбка на лице, это мое, это я люблю, любовь, которая была также доказана, заплочена кровью Иисусом Христом на кресте. Я люблю вас, поэтому и заплатил кровью. И вы куплены дорогою ценою. Для любого вашего любимого человека вы будете готовы отдать свой орган, правда? если он для вас любимый, а это тоже будет цена крови. Но вы готовы? Когда мы говорим о любви к нашему Господу Иисусу, здесь снова встает этот же серьезный вопрос, готов ли я заплатить? Готов ли я отдать? Готов ли я взять крест и следовать за ним? Иногда мы размышляя вслух можем думать я средний нормальный христианин. Я стараюсь следовать за Иисусом. Я не идеальный, но никто не совершенный. Я уже бросил кое-что, оставил нечто, стараюсь жить святой жизнью. Честно признаюсь, я не готов бросить, оставить абсолютно все. все делаю в меру моих возможностей, то есть желаний. Я верю, что я заслуживаю иметь или делать то, что мне хотя бы иногда нравится. Я не против креста, я уважаю, но я не готов его брать. Я не радикал, думаю, это больше для пастырей, проповедников. я бы предпочел пропустить эту ступень или шаг. Я же не могу позволить людям оскорблять, топтать меня и ожидать, что я всегда буду смиряться. Я тоже могу дать им пару мест писания, как им надо поступать. Ну, следовать за Христом это то, что я уже делаю давно. может быть мой уровень мелковатый, но я пробую. Пожалуйста, перестаньте на меня давить, что мне нужно посвящение, духовный рост. Я не готов платить такую цену. Ой, простите, вырвалось. Я вслух подумал. Я имею в виду, я не против. Если честно, я не знаю. Христос сказал, если хочешь, если хочешь, подумай, если готов. Если ты давно верующий, давно посещаешь церковь, сегодня цель этого послания это проверка на качество, проверка на посвященность. Признаюсь, эта проверка также для меня, для моей семьи, для моих детей, насколько я готов следовать, взять крест, отвергнуть себя, свои желания, свою волю, свои планы, свои амбиции, все, что я не понимаю, полностью сдаюсь и доверяю. И мы с вами прошли всего лишь три качества ученика Иисуса Христа, а их еще пять впереди. Можем ли мы сегодня сказать, я ученик Иисуса Христа? Иисуса